всем привет на днях получила такой странный такой комментарий который youtube тут же сразу заблокировал несмотря на то что в нем нет каких-то матов откровенных тем не менее там есть оскорбление и youtube сразу же его заблокировал очередной хейтерский комментарий скажем так каждый раз когда я читаю вот подобные комментарии то есть этот комментарий чтобы было понятно не содержит как такого конструктива то есть когда человеку что-то не нравится но конструктивно можно пообсуждать это то есть какие-то спорные моменты и на этот коммент можно как-то ответить чисто хейтерский комментарии это когда человек переходит сразу на личность то есть на обсуждение ума человека или там его одежда его внешность его вообще личности человека то есть переходит так личные границы вот это я называю хейтерские чистые комментарии такие комментарии либо банит сам youtube что для меня оказалось неожиданностью потому что я думала что youtube банит чисто вот комментарии которые содержат открытый мат какие-то такие недопустимые слова в этом коммент в этом комментарии ничего такого не было тем не менее он туда улетел в эту баню несмотря на то что я веду свой канал уже не сказать что давно но какой-то там минимальный опыт имеется все равно меня вот такие комментарии очень не так удивляют во-первых каждый раз мне становится интересно кто скрывается за данным комментом то есть человек какого возраста сколько лет этому человеку который вот таким образом может формулировать предложение если бы мой канал смотрели люди подросткового возраста то здесь было бы еще как-то понятно почему человек так может выражаться самовыражаться скажем так потому что в подростковом возрасте вот так такой этап идет когда человек самовыражается за счет унижения принижения достоинств другого человека то есть он как раз вот обсуждает внешность как-то обзывает старается задеть человека если говорить о людях уже среднего возраста то это кажется достаточно странным зачем это человеку нужно как мне кажется сколько я вот читала хитрских комментариев под моими видео или под видео других блогеров то всех этих людей объединяет одно это люди скорее всего глубоко несчастные чем-то недовольные жизнью то есть кто-то их обидел они пришли вымещать вот так зло на других людей потом у них достаточно низкая самооценка и не вот такую таким образом пытаются поднять за счет другого человека либо в люди говорит банальная такая человеческая зависть наверное я думаю причем несмотря на то что я примерно понимаю природу вот этих всех таких хитрских комментариев все равно я не перестаю удивляться этому потому что я опять же являюсь помимо того что я сама загружаю видео еще и подписана на других блогеров то есть я смотрю точно так же ставлю лайки иногда комментируем иногда просто прохожу мимо вот это мне кажется самое просто такое идеальное пройти мимо если что-то не нравится плюс я наверно стала более лояльной с тех пор как сама занялась вот этим ютубом выкладыванием роликов и я знаю что за этим стоит что человеку стоит вот так вот снять себя на камеру снять и показать свою жизнь потом это все смонтировать выложить на всеобщее обозрение а потом вот так вот получить сполна еще честно говоря удивляют дизлайки когда выкладываешь видео и буквально там по времени она только вот загружена человек видно что еще не особо успели люди посмотреть уже стоят какие-то то 12 дизлайка у меня просмотров не так уж и много поэтому дизлайков тоже соответственно пока что немного но вот какой-то там человек 12 пользователя мне кажется это постоянные мои такие люди которые мне нравятся мои видео вот и вот человек скорее оставит спешит этот дизлайк не знаю что он этим хочет сказать то есть как-то меня зацепить задеть этим дизлайком мне если честно не жарко не холодно от него потому что я думаю многие знают что как лайки так и дизлайки они все равно продвигают видео и чем больше вот этих пальчиков вверх пальчиков вниз конечно не должно быть наверно много но чем больше вообще какой-то реакции на видео комментариев лайков то видео соответственно продвигаются ютюбом ютюбу это нравится поэтому именно поэтому всегда просят поставить лайки чтобы видео шло дальше так что кому не сложно пишите комментарии лайки не хочется выпрашивать но если нравится видео более-менее то если не сложно ставьте причем не мне а вот не только мне точнее а вот всем на кого вы подписаны это действительно помогает человеку видео продвигается а если он занимается ютюбом то наверное ему все-таки нужно продвижение а не чтобы там он загрузил видео и она валялась где-то там на задворках ютюба ему конечно хочется чтоб его видео посмотрели иначе бы он этим не занимался вообще давайте просто жить дружно ну не нравлюсь я кому-то ну мне не кто-то не нравится но мне кажется вот вы напишите что-то или поставите дизлайк или напишите любому блогеру гадость ну вот у вас повысится настроение буквально там насколько на 5 минут потом она снова упадет так что лучше мне кажется самоутверждаться более такими продуктивными способами например хобби прогулки нет прогулки это не про самоутверждение это скорее про успокоение но наверное успокоение тоже нужно людям которые вот так вот кого-то ненавидят в сети готовлю курицу здесь две курицы у меня я срезала все мясо с двух куриц остальное отправлю на суп и вот такое блюдо у меня будет сюда еще сейчас закину грибы потом соевый соус потом какой-нибудь сливочная составляющая у меня есть крем-чиз сметану и вы такая будет курица к пасте лично я ее очень люблю дети делятся на те кто любит кто не очень любит у нас так буквально со всеми блюдами чтобы угодить моим детям это нужно готовить наверно наверно три-четыре блюда на выбор чтобы они были счастливы довольны все дети ссорятся пошло разбираться у вас вечерняя прогулка не по подъезду это мы едем на идем на лифт короче удобно было спускаться да кому-то посылки прислали валя сразу надела ролики и вот мы на лифте будем сейчас спускаться чтобы можно было нормально не упав с лестницы спуститься наш лифтик высота лифт вниз да конечно ты растрёпа такая такая растрёпа не могу не снять наше небо не ну так нравится всегда облака такие красивые прямо-то они такие объемные что просто можно пощупать буквально валя загорает не упала они прям пушистые пушистые висят низко валя класс продолжает собирать мелочь сказала валя что сегодня не не до завтра несколько дней сказала валя что сегодня дети приносили прямо целые пакетики мелочи мы столько конечно не нашли сегодня вале еще у старшего брата немного выключила мелочи еще папа попросим у них идет соревнование между классами стоят в классах копилки и вот чей класс больше наберет тому и будет счастье вы не поверите теперь у нас велик программе наши вечернюю на роликах мы покатались теперь теперь на велике надо на ночь глядя давали ну ты потрошилась из-за шлема конкретно нас уже смеркается вышли с валей теперь вниз наших домиков погулять посмотреть у людей светится например посмотреть если что-нибудь новенькая давай пойдем ну там че-то светится этот скелет я уже снимала но сегодня у него даже ведро появилась прошлые разы я не видела чтобы у него было ведро да он смотрит иди сюда вот посмотри скелет моргающий не смотрит он этот приветствует а он человечка держит прошлый раз он никого не держал сейчас держит кого-то а это цели какой дом красивый это очень красиво сделано ну вот на той стороне смотри паучок вон он смотри на сети лишь паучок сплел сплел маль кто-то висит это не очень кто-то висит у нас уже достаточно сумрачно мы тут с вами ходим практически одни между домами одна дверь открывается в общем еще одна дверь открывается люди видимо видимо мы так едем еще видимо мы так едем и шумим что они переполошили что тут происходит на их тихой улице они стали выходить из домов здесь вообще все очень засветилось ярко ведь мы мимо этого скелета идем не знаю там фонарики просто всем большой привет друзья пока дети все в школе муж на работе решила вас поприветствовать потому что когда все собираются дома здесь стоит такой шум невообразим у кого-то там комп работает кто-то балуется бесятся в общем так шумно видео особо не позаписывать какие у нас новости особо никаких на следующей неделе или даже через две недели нужно посмотреть мой календарь и который я веду потому что у меня все из головы совершенно выпадает без этого календаря ожидаются в общем собрания в вали на школе это будут такие собрания интересного формата то есть не такие привычные нам собрания когда учитель созывает полный класс родителей читает им какую-то лекцию об обучении о том как нужно учиться как не нужно учиться да и отчитывает бывает плохих учеников поощряет хороших учеников здесь оказывается все по-другому учитель нам прислал в специальном предложении ссылку и по этой ссылке предложено было зарегистрироваться каждому родителю и родитель выбирает время определенное день приходит в этот назначенный день в школу дается 15 минут на беседу с учителем учитель расскажет об успехах но все то же самое что и в россии об успехах на на не успехах возможно предложит какой-то план решения проблем в общем вот так такая такой интересный мини формат менее собрание это конечно вообще удобно особенно для нас мигрантов которые так и не научились говорить по-английски иначе это была бы пытка языком если мы там полтора часа просидели вот это слушая непонятно что хотя полезно да помимо этого собрания меня снова ожидает собрание с логопедом опять нас вызывает логопед причем он еще не приступил к занятиям с вами насколько я поняла но я заполнила психологическую анкету характер вален там какие-то перенесенные заболевания это все должны были передать психологу и вот вызвали на беседу что-то они там хотят тоже наверное какой-то план обсудить что нам делать с валей задумалась делать пиццу на вечер детям еще не знаю какую либо маленькие такие пиццы как порционы как знаете в школьных столовых раньше были даже в детстве или большие сделала пока что не знаю мне такой хороший рецепт пиццы для меня я нашла в ютюбе очень давно делаю уже второй год по этому рецепту помощник главный пиццы ед кого попробовать мы только делаем паш пицца готова детям пиццу смотрим барби всем приятного аппетита